Доброе ваше утро! В эфире привет от наших! От тех наших, кто когда-то шагал по жизненным дорогам Ямала навстречу ветрам событий, определивших направление лабытнанских масс по всей территории РФ. Несмотря на то, что сегодня фронт приветственно двигается на Лабытнанге из северной столицы России, все же чувствуется теплый посыл. На связи с нами Санкт-Петербург. Приветствуем Ольгу Геннадьевну Чечко, которая помогла появиться на свет огромному количеству мальчишек и девчонок в нашем городе. Доброе утро! Как слышите нас? Доброе утро! Хорошо! Как будто может быть на английском слышно. Петербург считается одним из самых красивейших городов мира, поэтому объяснимо огромное количество туристов на берегах Невы. Вы, кстати, никого из наших там не встречали, прогуливаясь по тому Женевскому проспекту? Вот как ни странно, встречаю. В Санкт-Петербурге я тоже встречаю людей, своих земляков, землячек и те, которые помнят меня еще даже по роддому. И не то, что в Санкт-Петербурге. Я, по-моему, не помню места, где бы я не встречала своих земляков. И когда я отдыхала на юге, на пляже, на котором тысячи людей со всей России отдыхают, я встречала женщин, которые помнят меня по роддому. И в каких-то городах, где я бываю проездом. Как свидетельство об исторических событиях, проходивших в Петербурге. Северную Пальмиру еще называют колыбелью трех революций. Кстати, о колыбели. Ольга Геннадьевна, сколько малышей приняли ваши руки за время работы в родильном доме города Лабытнанги? Ну, вообще, честно говоря, я, конечно, такой статистикой не занималась. Я думаю, что вот в данном случае важно не количество, а качество. Потому что вот, несмотря на то, что я уже и два года как уехала из Лабытнанок. И несмотря на то, что я не всегда непосредственно принимала роды. Ну, вот вы знаете, я в последний год довольно часто в Лабытнанге приезжаю. И мне так приятно, когда меня встречают, здороваются и говорят спасибо. Говорят спасибо за ребенка, рожденного пять, пятнадцать. И даже недавно мне лично сказала спасибо, когда сын уже, он из армии вернулся, ему уже девятнадцать лет. Вы знаете, вот эта вот память человеческая, когда помнят добро, это очень приятно. И это, наверное, ну, количеством это точно не измерить. Ольга Геннадьевна, кому приветы направляете? Хочу передать привет всем сотрудникам Лабытнанской больницы. Хотя я поздравляла с 8 марта, очень многих видела. И с 23 февраля поздравляла вот непосредственно во время своего последнего приезда. Всех, кого я еще не увидела в этот приезд, конечно, я хочу им передать привет. Хотел передать привет, ну, супругу своему, Александру Павловичу, с которым я, правда, вчера только разговаривала по телефону, но тем не менее. Очень приятно ему тоже через эфир передать привет. Ну и, конечно, всем, всем лабытнанцам, всем, кто живет на севере, всем, кто живет в таких сложных климатических условиях. Ну вот, людям, которые действительно в этих вот северных условиях, несмотря ни на что, они все равно остаются людьми. Они сохраняют, вы знаете, вот ту чистоту русской души, которая, к сожалению, уже начинает утрачиваться в больших городах. Ольга Геннадьевна, спасибо. Надеемся, что еще и увидимся, как в Лабытнанге, так и на территории Петра Творения. Я всегда всех приглашаю в гости. Санкт-Петербург, это замечательный, прекрасный город. Из какого города прилетит привет в Лабытанге в следующий раз узнаем через неделю. Солнечного настроения при любой погоде вам желает Дарья Самородова.